Все. У это веки мы первые. Начинаем. Благослови, Господи, будь милостив. Второй, Господи, всем разумения и мудрости в слове Твое. Тебе слава и Тебе Бог. Объяви. Что эти, шторы закрывать? Пролезть. Закрывать, что ли? Если буду туда направлять, если все сюда пересядут, тогда не надо. Понятно. Закрывай, закрывай. Пересаживайтесь, все туда поближе. Или сюда пересаживайтесь тогда. Сюда все, садитесь. Евреям. Послание Святого Апостола Павла, 3 глава, 12 стих. Садитесь, садитесь сюда. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Толкование. Сказано это для устрашения. Героятно были некоторые неверующие в истину сказанного о воздаянии, и потому желавшие испытать силу Божию. и подключить... И подключение. Поляночка, провиня. Простите. Всякий раз, уже какое занятие, все начинай, все как голдеж. Хоть два человека, хоть три, хоть три. Заранее надо все делать. Еще раз, слушай, внимательно. Как больше говорит. Вомнем. Правильно? Вомнем себя. Евреям, 3, 12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Вот сегодня только о романе говорили. Смотрите, не усмотрели. Лукавого и неверного лукавства на каждом шагу. К чему приводит? Чтобы вам не отступить от Бога живого толкования. Сказано это для устрашения. Братья его устрашают, а все, кто всегда адвокатствует. Не адвокатствуйте, когда друг друга устрашаем и вещеваем. Вероятно, были некоторые неверующие высину сказанного о воздаянии, потому желавшие испытать силу Божию и попечение о них в искушениях, которым они подвергались. Напомню, что 7-11 стих предыдущий прочитаю. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропода в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Апостол Павел приводит вот эти места и поэтому охраняет их, напоминая о том, что вертили в древности неверовавшие. То есть вспоминает про пустыню. Смотрите, что к чему привело. «Ибо будущие ужасы не так сдерживают многих, как прошедшие и всем уже известные». Брат приводит ужасы постоянно из истории. «Обрати внимание на то, что от неверия всякий переходит к дурным помыслам и к таким же делам неверия не находит другого выхода, кроме того, что всякий отступает от Бога. До тех пор, пока человек держится Бога и надеется на Него, как всемогущего, он ничего не считает невозможным». Вопросы? Неверие. Вот и сердце лукавое. Ну, видно, что лукавое, он не верит. Не верит, что земля, шар. Не верит, не верит, что лукавое зубное. Да, давай, брат. Как апостол Павел говорит, «Все могу, выкрепляющий мне Иисусе Христе». Вот и слова, что ты сейчас говоришь. Тут еще про Бога живого говорится. Интересно, про Бога живого. Почему он так говорит? Потому что для иудеев Господь, законно это было нечто ветхое. Как сейчас у нас говорят. Многие даже, даже, ну, в церкви, говорят люди, даже в священном начале. Ну да, то ветхое, там, допустим, каноны. Ну, каноны, ну да, но очень давно уж были они, давно сделаны. Вот так же иудеи раньше думали. А язычники у тех вообще Боги были действительно каменные и всякие были, и металлические там, и, ну, хоть что. То есть, и в противовес этому он говорит о Боге живом. То есть, тот Господь, который присутствует у тебя в сердце, потому что ты желаешь этого. И ты хочешь, чтобы он был. И ты пользуешься всеми плодами, которые Господь тебе дарует от этого. И принимаешь их с благодарением. И Господь для тебя живой, потому что он действительно рядом. Господь говорит, не только в долине, вблизи, рядом с тобой совсем. А это же страшно, кажется. Наоборот. Поэтому мы говорим молитвы. Отче наш, Отец наш, Небесный Отец. Отец, что ближе может быть и роднее, и любящий, и любимее. Продолжим. Евреям 3, 13. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Толкование. То есть назидайте друг друга и подкрепляйте, чтобы не пасть. Если же кто падет, исправляйте его, пока он жив. Что означает выражение, доколе можно говорить ныне, ибо есть надежда. В особенности же, да не будет в ком-нибудь дурного сердца, а если случится, пусть он не впадет в отчаяние, но утешайте его, и вы снова приобретете его, чтобы от отчаяния не пришел в ожесточение и не остался бы неизлечимым. Но как отвердевшие грубые тела не уступают усилиям врачей, так и ожесточившиеся души не повинуются Слову Божию. Обольщением грехом называет или обольщение дьявола, то есть чтобы не надеяться, что будет воздаяние, или беспечность. Ибо говорит, если однажды я согрешил, то уже нет у меня никакой надежды. Поистине это греховное обольщение. Грех обольщая и привлекая к себе, заставляет мыслить так, как сказано, с приходом нечестивого приходит и презрение. Притча 18.3. А кто презирает, тот уже не может веровать. Таким образом, от греха происходит неверие. И говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Яковлев. Псалом 93.7. И еще. Говоря в сердце своем, ты не взыщешь. Псалом 9.34. И забыл Бог. Псалом 9.32. И все тому подобное. Вопрос. Вопрос. Греху разница или нет? Это Павел говорит о каком-то определенном грехе? Или что? Чтобы он не ожесточился. А он имеет в виду еретиков или нет? Он не ожесточается. Они создали свою организацию, назвали церковью. Наоборот, тебя считают падшим. А что ты меня учишь-то, свинья? Ты еще сначала обратись к Богу. Безбожники, долпоклонники. Картинкам краник, слоники где-то. Костю мертвой целует. Он пришел нас учить. Здесь-то еще идет о человеке, который в общем не находится и прочее. Вот сейчас у нас коллегка снизит потерять. Его ничем нельзя сбилить. Почему? Он отошел. Вот верующие вот идут. Представьте. Вот. Это вот верующие идут. Вот тут первый есть. Тут руководитель. Там патриарх. А он плетется обы как. Там женится, разженивается. Но у него теперь в башке все перевернулось. Вот так вот. А теперь надо идти туда. И он первый. А патриарх уже позади. И он объявляет сейчас. Сидит там в железном бункере. И объявляет патриарх еретик. Вся православная церковь еретическая. За рубежный церковь, если причащался неделю назад, а теперь это неправильно, а я нашел и батюшку, не признаю. У него ни покаяния, ничего нет. Вот это же не гордость. Это сатана. Вся, если бывший звезд превознесут престол свой, это чисто дьявольская. Почему? А в Агафон этот грех еретизма считал выше всяких грехов. И он теперь раз туда идет, этот позади все еретики, это масоны, этот еретик. Он впереди идет. Вот, а кто? А я не скажу, куда. Он не говорит, куда идет. А нашел я себе духовника. Какого? Ты видел его? Встречался? А кто? Отверженные. Люди, которые без сана. И он теперь всем им верит. Слава там 10-летний, мальчик, вообще Баркульский, там, Герман Стелликов. Все это у него правда. У него вывернулось, и все вот так вот. Вот сатанисты спрашивают, как же вы можете верить? А как? Да так написано, мы верим, мы в царстве небесном. А почему? Они повернули назад. Христос будет связан, брошен в огонь вечный, а сатана будет царствовать. Ты не просто думай так. У него сейчас чистый сатанизм в башке. И он ничего не понимает, как это писал этот Маяковский. Говорит, и я, говорит, с Лениным в башке бежать за комсомольцем, задрав штаны-то он. А сестры стали комсомолки, такая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки. Ну, и они все повернули назад. Народ закрепощенный, рабы, мы их свободными, мы вожди. Он плелся сзади, он не в храм ходил, не прищищался. Здесь вот только что прищищался, батюшка объявляет теперь незаконным, он повернул в другую сторону. У него нет покаяния, у него нет ожесточения. У него полностью сатана крышу снес. Он там, говорит, крыши перекрывал. Не, я-то перекрывал. Он не перекрывал, одну шиперину поставил только. У меня нет, одну шиперину. Крышу, крысь, это надо стропила поставить, он не ставил. Я брешетку, он ничего этого не делал. Он не мог, а этот приехал Алексей, и они там шиперину ветром зула поставили. Я просто поясняю, как это было. Нам незаменимы, в чем было дело, что надо было пилить, а мы не можем. А это каждый столб вот такой, вот его надо до 4, чтобы заострить его. В этом оказался незаменим. Остальное, они там и не приходили. Вот на лагерном пруду, там его и не было. На этом мы много делали. Там он приходил, как мы сшиваем, а свай он отпилил, а мы теперь их смолим, ребята, везем туда. Теперь сверлим там, забиваем, это там уже его нету. Нету. Но вот именно здесь он необходимое самое сделал. Заострить. В лесу пилили эти, которые деревья, он без этого помогал. Он бурил тоже, Инатьевна? А? Он тоже бурил. Или электрик? Бурил, знаешь, я бурил? На мостике. Делал на это, переходной, которое это дело. А потом бросили бурить, забивали так, оно не идет, вытащить нельзя. Там, на бурение-то там, я не знаю, сейчас был или нет, было работы. Он помогал, помогал, там, где незаменимый для нас был, с пилой приходил. И везде все было хорошо, нигде. Приходил, крещение принимал, а теперь, а я сидел, я имел возможность, вот у нас был Нафанаил, я имел возможность наблюдать общину изнутри. Он не молился, ничего. Полное крушение. Полное. Иеромонах разженился, это женился, сказать, сбросил сан, монашес, он проклятый по церковным канонам. А он, герой, это тоже, так же вывернуто. Ты до конца, когда рассмотри, то видишь, там еще кроме рогов и капелька нет. И сейчас он нисколько не унимается. Представь, столько было доброго, тебя приняли в незнакомой местности, готовая деревня, зарегистрирована. Он всем обязан, ничего этого нету. Я буду руководить здесь. Ему говорят, ты главный теперь будешь, папа этого давай. И он рот разденул, и верит, которые там, вокруг него тебе, бессинят это. А ему говорят, это сейчас такие боты ставят искусственно, между собой переговариваются, а он верит, что это люди, его кто-то поддерживает, а там ни имя, ни фотографии, ничего нету. Он совершенно с ума сошел. Полное, абсолютное объяснование. И поэтому надо молиться очень серьезно. А он отожесточился, его никто не отвергал, он будет еще ожесточать. Это как раз, он ожесточился, когда ничего на него не было. Он чувствует, приближается время. Главное, как только выборы объявили, сразу выставил, по неволе начинают люди думать. И при том, антиправительственные высказывания-то. Это не просто так где-то. Это ему дали вместе с гостомонатки собрать, а дальше там видно будет. Но так просто это никак уже не может оставлено быть. В Америке, ты знаешь, как приезжают, ты решил ехать туда, молодой парень, крятва обязательно дается. Я такой-то, принимаю гражданство Соединенных Штатов Америки, обязуюсь никому не разрешать, плохо говорить об Америке. В защиту ее жизнь положить и проще. Там клятва дается, клятва. А в России тут этого еще нету. Но сегодня депутаты голосуют, чтобы как-то... А там вообще... И поэтому люди, которые баптисты были здесь ревностные, там в течение одного года они разлагаются. Выступает один баптист и говорит, что с нами случилось? Какие были? Сейчас девки в штанах ходят, крашенные у баптистов, у отделенных. Они страдали здесь, были где-то. Я с ними встречался, и так, это невозможно. Это Иван Ранежкош-Новчук, он спросил, на мой суд прилетал. И говорит, там баптист один, руководитель там, все, и попросил у меня денег взаимно. Ну, я ему дал там 3000 долларов. А какая у меня зарплата там? Мало. А теперь не отдают. Я говорю, что ж ты не отдаешь? Тебе зачем? Ты все равно старый, скоро умрешь. Вот, баптисты наворачивают. Зачем отдавать-то? Ты скоро умрешь. Так это баптисты, из баптистов, самые ревностные, еще осталось там. И они эту ставку ставят сейчас. Они люто не набеют нынешнего президента здесь. И кого попало, выставляют и рисуют. Фотографии подделали. Все, прям настоящая фотография. Большой баран, на баране сидит, Медведев едет на баране, а рядом Путин, путь в коммунизм. А Путин сидит на осле. На осле, прям видно, руки, ноги у него и грудь. Но все это подделано. И рядом они едут и говорят, ну как, хорошо бы их оболванивали. Да ничего, потерпят. То есть, густая им влагает свои мысли. И он это все поддерживает. Вы даже не знаете дальше, что есть. Он выходит. Представь, ролик-то выставить. Он абсолютно все отрицает. Веры никакой нет. Ни страха Божия, ничего нет. У него абсолютно все это отсутствует. Значит, все остальное была подделка, обман. Они знали, как к нам подойти. Ему разрешили, разрешили. Жена приедет. Никакой жены нет. Обе жены за бортом. Обманул, обманул. Говорил батюшке шесть раз, а мне, может быть, 10 раз говорил, я пойду, как только сейчас поправимся, я поеду гражданство оформлять. Он и не думал, и не... А кто? Ну, не знаю кто. И где, и чего, я не знаю. Но вижу, что это совпадает с выборами. Молчал, в один день перевернул, вот так. Так что, не просто надо молиться, не спать на молитве. А можешь ли он обратиться? Все у Бога возможно, но у меня веры нет. У меня веры нет, то же дьявол может покаяться. Ему отнято покаяние. Это чисто шкура дьявола, в которую он залез. Сегодня причащать и хулить, это причастие. Это богохульство. Сегодня только он причащался, и сегодня хулить это все. Крещение принял, все хулить, все недействительное. Так что, это не просто там, и блудник какой-то был, он даже стащился, но бывает, так согрешил. Это не тот грех. Да нет, конечно. А в моей жизни не было, это я не слыхал этого нигде, чтобы... Евши со мной, поднял на меня петуха, а дальше, да умол тут вадит. Держи, следующие-то стихи. Первые считают, а дальше-то предупреждать. Все вадские стихи. Да, адские стихи все. Про ад. И про детей там, и так далее. Из развалин пускай. Это не просто так. Ел, поднял петуха, это проклятие. И остановить невозможно это. А что ж молишься тогда, повеление Божие. А если у тебя к нему любовь? Нету. Нету. Это совершенно чужой человек, молитва с трудом идет. Прямо едва языком ворочаешься. Я все равно, днем в ночи о нем молюсь. Умягчи мое сердце теперь, Господи, чтобы молитва-то моя была услышана. Да будет твоя воля. А впереди видится ужасное. Просто ужасное. Он тронулся умом. Это колдовство, что на него навешивали. И шизоприне, которое он там болел, не долечился. Тут все. Это смертельно. Дальше может что угодно. Говорит, вы скорее убирайте. Он что-нибудь может сделать. Или поджечь, или зарезать кого-нибудь. Люди, которые знают. Это хохол. Они упрямые уши. Это все одно на одно сложилось. Вот такой спрессованный комок. А молитва еще там одна слезинка. Да и слез-то нет. Стаска какая. Кто вчера молился за внука, старский сон Валентина, благодарить всех. А что случилось? Не спать. Здесь не спать пришли. Новости вчера передали. Правый сектор есть такой на Украине. Это чистые националисты. Правосекторы. А в Греции там выступала какая-то команда из России. И там были болельщики российские. Ну и туристы, видать. И они проходили правый сектор по улице. Ну, болеть за своих шли. И в этот момент услышали говор русский. Из кафе. Ну, кто-то нам кого-то окрикнул. Они ворвались в кафе. И там кадры показывают. Перебили там всех. И там вступились полицейские. Короче, их на силу оттуда из этого кафе выгнали. Там все было у них. И говорят, вы что заарестовали их? Вы что сделали? А что тут русские? Мы перебьем всех. Это что, нормально? Именно ненависть и презрение ко всему. Не мог щелить он нашей славы. Не мог что? Понять себе микро, на что он руку поднимал. Это же было все. И, главное, все подряд метет. Не мог же он видеть ту простоту во Христе, в которой все жили. И у нас здесь их потеряет. Он все это прекрасно видел. Давай дальше уже, Игнатимович, много сказать. Евреям 3.14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начитую жизнь твердо сохраним до конца. Толкование. То есть мы и Он, Господь, встали одно. И настолько сделали спричастными Ему, насколько тело в голове. Здесь внушает им надежду, как бы так говоря, тот, который возлюбил нас настолько, что соделал даже нас своим телом, не позволит нам отторнуться от Него, если только мы не желаем. Вместе с этим намекает на то, что сказано в другом месте. Если терпим, с Ним и царствовать будем. 2 Тимофею 2.12 Будучи ныне причастниками в том же, в том и Христос, очевидно, в скорбях постараемся и тогда быть причастниками в Слове. Твердо сохраним до конца. То есть веру, ибо через нее мы существуем и осуществляем божественное и духовное существование и возрождение. И здесь требует твердо стоять в вере до конца. Кто знает Долгову Нину Петровну, у которых там приходили двое вышиток, у всех просят прощения, а на давнейшем Богу наш. Ну вот, на что мне хотелось бы обратить здесь внимание, ваше, дорогие мои. Ибо мы сделали с причастниками Христу, запятая, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Вот Игнатия Тихонича упрекают, что не разглядел в романе, вот приняли, и вот надо теперь советы, и теперь такие вот условия, что теперь через сито их и никого тогда, если через сито всех пропускают, вообще тогда никто потерять, какой не принят. Хотя сито такое поставлено, что процент там мизерный. А здесь, если твердо сохраним до конца, то есть есть вероятность у любого из нас, здесь даже сидящего, что он потерпит короприкрушение в вере. И как считаешь, я спрошу тебя, не еще что-то говорю, Христос рассмотрел Иуда или нет, из Кариотского? Зачем он его принял? А он его числе. Примизил, в числе 12 апостолов. Потом будет особое решение, как вместо его кого-то избрать, жребия бросать, дух святой вмешать. Зачем Христос принял его? Ну? Потому что вера была в нем. Апостол Павел говорит, Иоанн говорит, дед Рев, как вот там у них, говорит, он говорит, не принимает нас, и кто нас принимает, он тех выгоняет. Почему Иоанн Богосток не рассмотрел его? Иоанн на Таус уезжает в командировку, и кого поставит, так посмотрел, ага, митрополитом вот этого я поставлю. Ну и поставил вместо себя себе. Оттуда приезжают, а тот заперся не пускает, и он все захватил. Он его избрал, Иоанн Богосток, самого лучшего. Власть вот так в башку свернула его, и здесь точно так же. У нас это было по теряйке, Желтухин, отец Александр был. Я нахожусь здесь, батюшка куда-то выехал, он в это время там такую гущу навел. По всей деревне ходит, и плащет, притом прям следами горючими плащет. Давайте сделаем так, как Галя там, это, всех, сделаем так, чтобы болтать из алтаря, престол вытащить сюда, посередке. Вытащить, дальше. Ну что, батюшка служил, кто желает там по-славянски, а я буду только по-русски вам. Ну давайте так, и двери-другие лень будем служить. Да главное, он сказал, что он наконец-то узнал Христа. Да, он как будто никогда не слышал. Да главное, когда там не получилось, он прилетел сюда, приехал прям сразу, упал, плащет. Все плащет, я говорю, я у них ничего не могу понять. Он понял, что каюк, все, петля затянулась. И оказалось, что веры никакой нету, все, пошло под откос. Уехал, я говорю, а куда ходят? А никуда не ходят, семья такая. Все закончилось. И этот пир-то недолго будет. Уже через год ему говорят, Рома, ты через год даже вспоминаем никем не будешь, кому ты нужен-то. Ты там ничего не имеешь еще. И уже начинаешь руководить. Аня, отец Роман, отец Роман, там эти вокруг него швальта вся эта собралась. Наконец-то Игнатия свернули голову, все, теперь ты там главный. А он вот на этих дорожах-то, не знаю, там, каждый день надо, каждый день подмывать надо то место. Игнатий, там крестовый поход, говорит, на пруд крещальный пойдем. Да, да, мы отсюда смотрим. А зять Глушкова, вот тут все эти данные ему, а дядь Глушкова еще не знает, там, ребенок родился. Сашка, а мы здесь околокорщина сидим, только сообщайте, мы уже плотную к тебе подвинули на помощь. И он на полном серьезе все принимает. Это ужасно. Я тебе, что там, они ему пишут, и он мне все перекидывает каждое утро. Смотри за меня сколько-то, ну, он совершенно щекнулся. Говорится, не то, что не думал, а вратил голову. И поэтому он требует внимания, он был среди нас. Но я в это абсолютно не верю, покаяние. Это как будто душа проданная сатане. Он берется за то, и все неправильно, все неправильно. Вся церковь. А с какого времени неправильно? Он бьется шестеркой. На 666 она ровным счетом, сейчас вот поставим, напиши, дай фломастер, напиши мне 666. Напиши на албу 666, ничего? Я верить перестал. Там написано, у кого есть мудрость, сочти. А там считать-то нечего, 666. Значит, под этой буквы, по цифрами что-то есть. Сочти. цифра-то на 666 страница вырвать к километра 666 знак на дороге свалить не было один пришел ко мне и говорит а сантехнистого воцарился как узнал а 666 уже я видела где да вот на ленинском проспекте он красный называется власибирский я вещь одно все-таки пошел пошел правда 666 я подошел это сберкаста номер 513 666 а у нас барнаул 656 индекс а у нас еще 16 отделение 3 шестерки сатане продались везде когда пишешь на конверте 656 и больше 16 а у нас на машине то написано 3 там 78 алексей загуляем говорил надо же вот семерка тут и все я говоря вместе то сложилось 17 а 18 развить на 3 шестерки да ты что на машине на нашей на газели три цифры там и сложили вместе то я говорю 18 интересно на пахровском соборе стоит крест и вот так крест а вот который половинка идет вот так вот еще перечет вот там железо накручено и половинка еще раз я посчитал 18 концов ну и что на 18 на 3 по 4 шестерки так как это так они боятся и на нэм ничего не значит вот совершенно нет напиши на спине мне на руках на сапогах еще не значит а сейчас немцы продают обувь это коммунисты масоны и на подошве крестик изображен что попирали крест обувь сжигать только дым еще жигать того же подпилить там или что у нас кителя были со звездочками такой напильниками там сделали мы все спилили эти звездочки и показывает как ковры вытаскивать ковры большие хорошие и там вот тут не видно тут но тут на самом деле там был этот как это фон бомофет или кто называется то как на коврах надо нет я вот это был фомет баба фомет вот вроде и главное пашиста там нет еще стоит хозяйца на ковре не видит еще как нет если в той стороны зайти и солнце вот так светит а снизу еще камушек подложить вот так вот а то видится шестерка еще и канистру принесли и ковров кучу наложили сжигает в интернете показывает больше ничего не могут это он как стоял стоит рядом курит с ума сошли люди вот от шестерка есть вот шестерка вот у меня шестерка на валенке посмотри какой валенок пришел за плату шестерка а ты с той стороны посмотри что он ждал этого когда вы сказали изнутри валенка надо смотреть или не пролезьте туда весело уже стало при антихристе так не повеселимся нет не получится отречение ты должен сказать я не верю в него как бога христа вот бог в иерусалиме сидит настоящий бог он скажет тысячелетие ожидания свершилось никто не скажет война когда я говорю мир владимир сергеевич соловьев об этом пишет вот он скажет и дикт из нас тогда отвечение будет аж запечатлеть то будет видимо невидимо никто не знает они видимо сейчас может на костной ткани и и тогда подошел к кассе все забирай свои эти урюкина иди жуй сахар что хочешь а если нету тебя ищет полиция сразу дверь захлопала с полицией в соседнем кабинете вот здорово то будет и деньги нельзя не украсть ничего денег то не будет и притом это не карточка у меня на карточку пиши деньги я пошел только 20 тысяч взял я а там больше за книги прислали второй раз она не дает мне в этом соседнем доме там еще вот так кажется то одна фактически нет ходил 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 еще не сделаешь завтра приходите так я сколько буду тут ходить долго выждых вот на неделе пошел я не могу деньги свои получить больше нельзя надо меньше 20 тысяч я заряжаю 19 она ведь мамшина-то слепая она не видит что другая цифра нет я восемнадцать тысяч так и не дала то есть по рублю надо было брать а тут еще таком здорово то как а ты его принял чего ради это лучше скажешь хочу нет дорогой мы едем глушков разговаривает как шоферу так оборачиваться не оборачивайся на дорогу смотри сейчас аварии все и 4 трупа вот так посмотри нас 5 как 4 нас 5 но я же погибну там я выпаду быстро я даже живой останусь смешно Василий это не вербьем вон он ты чего он быстро управился таки много дали популярный самый у нас в интернете накормили Василий сегодня записал популярный это все его жалеют только в конце по-другому стали да он же лень тянет дегнативность он зарядку по утрам делает вот что значит тепло да тепло да главное на Сергея нападали а этому собак то нельзя доверить а теперь какое у него терпение обогрел накормил и нападает да я бы никогда не взялся температура меняться начала пошли не спать терпение к собакам и людям собаки не ошибаются что он говорит терпение к собакам и людям терпение к собакам как ты раньше говорила я тебе что в собаках что ли быстро есть уже в собаках я что в собаках что быстро есть но евреям 3.15 доколе говорится ныне когда вы услышите голос его не ожесточите сердец ваших как во время ропота толкование подтверждает каким образом сказал до конца и говорит что это обозначается в выражении ныне ибо ныне значит всегда как и выше сказал но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить ныне стих 13 или что более одобрительно как сказано у святого Иоанна Златоуста апостол делает переход от слов доколе говорится ныне когда услышите глаз его следующим посему будем опасаться чтобы когда еще остается обетование и так далее евреям 4.1 вопросы есть как во время ропота то есть роптали евреи сначала у нас чеснок тоже я вчера вспомнил Игнать Тихонич говорит Василий поедешь до четверга к Сергею он сказал у меня чеснок там замерзнет так я поехал без меселом принес ему чеснок лишь бы только если держись каждый день будешь на богослужении в тепле чесноковка какая-то причина это очень резкая причина да да и там чеснок без меселого ты записывай все а зачем вот такой я поехал и со мной моя любимец была у меня тетя Тоня Бакланова Георгиевна вот ей 75 лет было там ну я маленько помоложе был и она говорит такой интересный у нее язык я все заеду всю дорогу записываю что она скажет тут Валя Барышникова а Валя дорога такой задает Валя Валя что тебя ждет она совсем не такая она знала дерзкая дерзкая она такая осталась я опять и Валя ты помнишь это? нет ну и памяти нету я говорю я помнишь ты меня как за грудки вот так таскала при людях за картошкой ехали а ты какой-то пустяк такой я не сказал мне сказать сразу потом скажу тут люди сидят картошку этим садить на нашей с работу она меня схватила и давай говори сейчас же вот она какая была такая осталась я говорю ты меня за грудки брала трясла старше всех за меня тоже взялась за меня тоже взялась я здесь ужасно я говорила больше 30 лет да я ничего не говорю мадам Бродкина или как-то да нет брошкина она говорит я мадам Кукушкина вот про нее написано в книге за слово Божие нету там про себя написано а что я плохого сказал да не плохого ты отвечал нет я говорю что мне тряси сейчас за грудки больше что ли я тебе сказал книга у тебя есть ну посчитай она посчитать не может и там написано Барышникова такого-то числа Лиз Дела Лапкина такое-то ты отвечала так-то ну а где ну то читай хоть до сотой страницы то есть не читай а почему ты решил что плохо я себе сказал ты сказала хорошо я записывал дело которое дело потом посмотрел оттуда выписал все ну она так и ответила я любила что-нибудь новенькое поэтому знаешь за войны Яценевского дух, душа и тело за этот материал трепали а то вообще что-то вы не объявили во сколько этот канон-то да все спрашиваю что существует да сказали себе так кто у нас петь будет кто из сестер будет вот я я тебе привезу эти два благодарственные словословия я и сам зайду а ну принесите сюда братьям дайте пускай здесь положат уже давай я кстати хотел узнать мы же все время начинаем одно и то же и у нас допустим есть ну Андрея Крискова понятно а благодарственные словословия мы одно и то же всегда читаем уже сколько лет и мы многое оттуда не читаем делать не так сначала первое начнет а потом другое начить сначала , благодатственное потом покаянное тогда будет уже мы-медаясь ногами да если вот я и хотел спросить вот это вот так бы сделать то есть начнемолж ord 분들이 через благодарственной потом слава слой эти слова стоя в конце ну да а чё делать прощения потом благодарить если поменять вот эти вот наши части тоже наоборот то есть как он не считает покаянные которые выпускают так благодарствия дня на 4 части каждые 4 часть я так и делаю а потом которые вот четвертая часть надо уже по одной брать от этой первой айту который четверка дать еще на три части первую часть а этой которая четверки вторую сейчас этой третью и частями каждую часть ты понял нет в эту часть там в твой покаянный час хочу лицо было немножко не так ничего покаянных канон творения святого отца нашего андрея критского вот он полностью весь такой же у нас сделаны на русском но только благодарственной да и такой же на русском но только словословие теперь вот эти три лежат они но так как четыре на четыре дня это кого-то в один день так как на пятой неделе будет читать поэтому здесь надо на каждый день вот это вот разбить на 4 части бумажки заложи 4 ровно в этом 4 закладки и в этом 4 пошел вы на каждый день хватило считать поэтому а так как их то у нас 3 вот эту четвертинку разговор еще на три части засчитаешь первую оттуда вторую до того вот эту половинку из трех а потом там третью тогда мне сейчас надо отдать я на завтра что-то составлю на 4 день мария египетскую готовы и не знаете я когда высовывали не начали прочитать начнем прочитать и а массы и понятка я всегда это тоже сумасшедшему я считаю то почему она зашивали одинаково мария египетская ягодня по евангелию не жила а ее каждый пост целиком житие и не одну не умали магдалины все евангельская никогда это же попусть и придумали как так этому если мы марию магдалину почитаем я думаю ее надо считать а египетскую счетом считать там еще нету и подражать замечательно если это в девятом веке восьмом было и не обещала конечно подражать нельзя подражать и как хорошо что я задал этот вопрос марию магдалину жития пробили считаю на четыре части разобьем и будем да все будет знать про нее нет жития не разбивается она сразу начинается это сложно так и там сразу у небольшой житии даже киваса на большинстве хотя бы нужно затухнуть знаешь где брать то жить я только зарядить жить и жить и жить и жить и мари магдалина жить и я тебя сразу выйдет в интернете во первых в ордена написано у меня есть а во вторых в этом в аудио ты в орде возьми и теперь и распечатать ну придется потому что не на один год ну да я сейчас не могу сказать сколько тут кажется 38 страниц небольшой я поэтому говорю на четыре части а мы большое житие вы знаете какое ты же все посоветить одно житие и самое большое самое длинное 51 страница серафим сарусский апостол павел и петр на двоих 16 страниц да они вдвоем брать можно при серафима ни одной строчки нет а почему потому что все свихнуло другую сторону поехали но там придумают очи тоже жить и сейчас считает и он подумал так у меня тут рядом горка а все если я назову голгофы большая голгоф это имеет ну я хочу так мне очень нравится когда женщины приходят женщина то главный враг монах он старый и мужа еще не надо за того что обвиняли в этом какие доказательства меня разденьте посмотрите мои анатомии победы что для женщины я никуда я к листья опавшие который мужском монастыре потом она обнаружила что это не федор а федора и монахи рыдают не помешащим рыдают оля ранее заплачили то ли еще и вот здесь это самое и вот начинают а вот так то было там а написано где-то нет и он подумал от как же сделать чтобы женщины ко мне не ходили идут твари а я помолюсь а там ветер жаду и дерево упадет на тропинку это знака будет божий и скажи ты более там была какая-то дерево наклонилась все бог закрыл ход они идут каши так и ноутвердо уверен бог его услышал и главное приходится ребятишками как услышит а у них к этому это не написано иметь общение друг с другом то это не любовь к людям четко ясно у него окошко сделали открываются да и он в окошко выпрыгнет а там трава клевер какое доник он упадет и лежит и попробуй найди его там да придумали ребятишек ставить видимо хором кричат деда серапима вы пришли а уж тут он вытерпеть не мог поднимался кряхтел и шел тогда ненавистным этим женщинам а как он сам родился на просто из дупла вылез аист принес вот когда соцкалась они как раз храма ты сохраняли башки то все да это так на фронт проводила 10 циновения день вернулся что она пережила бедная или все приходит согрешила вот еще согрешил за мной послал пришел там женщина сбудил у колодца ну да да какая же зачем же брали колодцу подошел только еще не было колодца стоит на открытом месте уже готово дело но почему не лечили таких монахов в улуху хохохохохохохох так лекарство нет лекарство есть лучше жениться даже разжигать очень Просто факел горит, подбойное ведро погасло, и все. Пошел. Сейчас и Сергей здесь. Сергей, семья глава первой. Сергей думает. Любимая глава всей Библии. Я бы этого помню. Евреям, 3.16. Ибо некоторые, и слышавших, возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. Толкование. Услышав, говорит обетование Божие, дам вам землю Ханаанскую, не поверили и своим неверием прогневали Бога. Смотрите же, и вы не будьте неверующими в обетование, ибо одно слушание не принесет вам пользы, если вы не будете вместе верить. Как и для тех, не принесло пользы слушание, но напротив, они зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим. Халеф и Иисус Новин не были в числе неверовавших, а потому достигли обетования и вошли в Палестину. Комментарии на слова Шафилакта. Зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим. Дай тихо, чекомментируйте слова сегодняшний день. Смерть революции затопил кровью и превратил храмы в обломки. Исследователи находят разные причины этому. Мы же должны сказать, зато по всей справедливости и погибли, что не поверили словам Божьим. Россия потеряла помазанника Божия, и все самое вожделенное потеряло будущее. Идет уничтожение, завершение истории нации. И жалеть Бог запрещает, чтобы не быть проклятым. Это меч Господень опустошает Россию. Иеремия 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. А они по всей справедливости и погибли, что не верили словам Божьим. Причина-то какая? Я повторяю эту фразу, блаженного Фиксилакта. Повторяю, я говорю, вот причина-то какая. Прямо цитирую, в кавычках так и идет. Причина одна, они знали Слово Божие, отвергали. Оттуда и революции. А они сегодня тоже исследуют. Вот у меня знакомых, близко знакомых. Он говорит, революция потому, что люди не изучили сарховно-славянский язык. Совсем все наоборот. Все наоборот, конечно. Мертвый язык, на котором никто никогда не разговаривал. Никогда, ни одного человека. Язык искусственный создать. У меня мысль появилась. Почему именно кровь от земли вопиет? Я вот сейчас как раз про революцию вспомнили. У меня все время это в голове. Я думал, что когда стал антикоммунистом, думаю, ну, и особенно удивительно было, когда в 91-м году коммунизм еще рухнул. Я даже не осознал этого. А потом думаю, ну, сейчас настанет такое время, только надо говорить везде людям об этом, что сделали большевики, как они изнасиловали всю страну, все нарушили, естественный ход истории, который Господь поставил. И они настоящие узурпаторы. Думаю, ну, все скоро выйдет. И вот проходит 5 лет, ничего не всплывает. 10 лет, ничего не всплывает. Причем самое удивительное мне было, что самые последние цеплялись за вот это коммунистическое прошлое церковники. И я думаю, как же так? Ну, когда-то до них дойдет. И вдруг, думаю, вот до них начинают доходить. И вдруг в 2005 году новая напасть. Они начинают быть настоящими патриотами, начинают отпевать всех, кто погиб в Великую эту Отечественную войну. То есть конца края нету. Я думаю, ну, почему же так? А теперь понимаю, Библия, Слово Божие, это самое, что ни на есть истинное историческое повествование. Самое-самое истинное. Почему? Нигде в нашей истории никто не говорит о Боге. Вы слышали, что бы говорили о Наполеоновской войне, и там бы сказали, и вот в этот самый момент Бог направил руку Кутузова, и так далее. Никто это не говорит. Они сами там могут переговариваться, что там Господь даст силы и так далее. Но так историю никто не составляет. А история, которая вымышленная, она ничему не учит. Она ни к чему не приводит. И теперь почему? Я думаю, ну почему нету такого, как вот было с фашистами? Почему? Потому что фашистов всех захватили, они много зла сделали, и их застали на горячем. Знаете, что делают с убийцей, которого застали вот, когда он убил там кого-то из ваших родных? Его убивают тут же все подряд. Бьют чем дрейколием, как вот показывает Тихий Дон. Этот остановил, и этот казак там, э, мужики, мужики, те с палками уже идут на своих-то, станичников, которые красными стали, и убивали своих братьев-то. Они, подождите, и еще восемь станиц идти, ни одного не останется. Вы так для страски побейте их. Помните, как они? И как давай они их лупить-то? Это вышла Аксинья-то. Да, Дарья, не Аксинья. Дарья, да, застрелила этого, а эти давай там лупить уже. Она выпишу была. Ну, это, однако сделали это дело. И вот она, вот они, ну, я не говорю, что это хорошо, это, конечно, не об этом я говорю, а о том, что быстро наказание наступает. А здесь захватили, узурпировали всю власть в нашей стране, убили миллионы людей, и вдруг тишина, и люди так как бы ошарашенные. Что, 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 там кого-то убивали? Где-то какие-то там целые сословия у нас ушли, как будто ничего не знают. А почему? Это опять же Господь так сделал. Потому что мы не стали, не написали себе настоящую историю, вот как евреи Господь им оставил. Это же пособие для того, как правильно писать исторические книги, чтобы все было до конца понятно, где сатана, а где Господь милостивый. И теперь, а что, а что теперь, как справедливости добиться? Да никак. Теперь это кровь, которую пролили эти большевики, святая, она теперь будет возноситься к небесам. Кровь уже. Почему? Вопиют мученики, как Солженицын. Я читал первые слова его и плакал. Когда он говорит, 328 этих человек прислали мне свои письма, наблюдения, все, что вспомнили. И я кое-что вспомнил. И теперь ради них, тех, кто там закопан, сгнил, замерз, кого зарезали, убили, задушили, и он перечисляет там. Ради них, говорит, я им обещал это там, и я это исполняю. У меня получилась, архипела в ГУЛАГ, вторая начитка, чистая, она уже на компьютер, 76 частей разбили, там какой-то человек делал. Уже выставляю 65, а вот-вот я закончится. Каждый день выставляют, ну, определено, на три тома. Слушается на одном дыхании. Хочу сказать. Великолепно. Я раз в шесть слушал. Я только считаю зэк, говорю, так не насчитать, чтобы вот так понять. Да. А как сделать надо? В любом деле это молитва. Великолепно слушается. Вот, допустим, Германия. Ну, Германия-то фашизм был. Ну да, победили фашисты, но народ-то в сознании-то про фашистки-то. И теперь американцы разбивают на секторы всю Германию, каждый сектор разбивается на города, школы, селения, и везде идут занятия. Все обязаны пройти, там, допустим, полтора года. Где нацизм? То есть все должны против нацизма быть настроены. Открыть им глаза. И сделали экскурсию. Вот, а с Венцем захватили, а там горы и горы трупов. И отовсюду поехали делегации. Там зловоние стоит, идут женщины, и все засняли, показать. И все ужасно. Это при нашей власти, при Гитлере, при нашем любимом фюрере. Ну это вот он что устроил. Да вы что? Мы ничего не слышали, не знали. И теперь с учениками, со всеми, со всем населением, до самой могилы, которые уже дошли, идут уроки по всей стране. Американцы устроили это дело. И никто не получит там квиток, на хлеб, на что пока не пройдет это. Я сейчас смотрел в интернете, вот это работа была. Но с коммунистом-то еще труднее. Которые за этот коммунистик, там Проханов сейчас, даже отец Дмитрий Дудко, это газета «Завтра», он на ней был духовником. Кошмар. Почему им Нюрнберг не устроили-то? Когда они тысячу раз больше беды наделали, чем Гитлер-то. Гитлер-то свой народ не уничтожал, а возвышал. Он старался приращение дать, скорее Прустью, там Чехословакию, Суденскую область, подсоединить, чтобы их было больше. А здесь уничтожали подряд все. А почему американцы с англичанами, они же прекрасно знают, что Сталин первый должен был напасть, и ничего не говорят. Они знали это. Они и сейчас боятся этого. Но они не говорят ничего. Не открывают никаких документов тоже. Сказать не открывают нельзя. Говорили много было. Ну такое, что да, говорят. Потому что как-то решительно поставили, амбарго наложили по камне, и устроите против коммунистического режима. Вот так и в Германии. И так, который прошел, все, да, я был у Гитлера, там то другое, ну, учителем учился. Значит, тебе два года надо переделывать. Теперь будешь учить других только через восемь лет. Здесь подряд все коммунисты остались, они чуть-чуть переворот заново не сделали. Да. Прямо вплотную подошли. Никому не дают ей сказать ничего. Расстреливал, которые там Вавилова расстреляли, они получают большие пенсии. А там не так. Да. Вот он виноват. А он Геста, фактически, ну, Рудольф Геста, он секретарем был у Гитлера-то. И он решил в Геста-Санглее заключить договор. У него знакомый там граф есть. И он встал на самолет и упер туда, самолет выбросился. Его в руку представлены, везите мне граф. А его графу-то не повезли. Планы урушились. А Гитлеру сказали, это правая рука была. Он говорит, с ума сошел. Что он делает-то? Его взяли. И войну, когда после закончился, он в тюрьме сидит. И ему присудили пожизненное. И там отдельная тюрьма, тюрьма Шпандау. Все примерили, кого-то освободили, а ему пожизненное. Ну, взяли бы закон-то искать помилование. Его не выпускают. И он встречается с родным сыном. А ему уже 93 года. Каждый день, я забыл сколько, около 75 тысяч только долларов на него содержание шло. Ну, вот тут охрана, там здания большие. И нашли, его повесился. Ну, повесили, видать. Чем это? Ну, сколько можно держать? Да, конечно. И никак не могут... Почему? Потому что закон приняли, сколько сидеть-то? С участием Советского Союза. Вот никак они не могли теперь отдельно решить. И только таким путем. У нас приходит человек, устава не принимал, ничего, начинает нарушать, и не скажи ничего. Что же вы не понимаете? Это еще делается. С чего ради я буду отдавать ему труд с четверти века? Наш, вот будете приезжать митрополит, а я не пойду. То есть он сразу возвысил себя, человек тот, патриарх, никто в серии. Один еретики. Да меня сто раз можно было в еретики записать, еретики. Почему патриархия этого не делает? Держит, смотрит книги. Недовольный там где-то, ну, а нету решения-то. Не просто так, а это сам. Никто. И в это время один сидит в бункере и объявляет еретиком. Даже сам снять с епископа, с епископа, священник, чтобы шесть епископов было. На епископа 12 епископов надо, а на патриарха, очевидно, собор какой-то нужен. А тот один в бункере сидит и ничего не знает, считать-то не умеет толком. И он объявляет ее еретиком, и проще. Ты еще скажешь, что в шеврич идет? Это тебе не собаку в клетке держать. Можно, Игнать Тихонович, Игнать Тихонович, так значит, значит, сила Сталина какая была? Сила Сталина, что его нет? Да. И все еще даже не могут до конца раскрыть? То есть, Сталина? Вы что так пусто мыслите? Сила Сталина, что ли? Нет. Она говорит, сила Сталина в чем? Да никакой. Да какая-то сила-то? А какая сила? А почему-то... Главная сила коммунизма. Жажда не вечь в твердой власти. Больше ничего тут нету. Коммунизм. Вот она сила, где запустили-то вот этого бациллу. Призрак ходит по Европе. А он дошел до Москвы, а теперь он Ильин, башка свернулась. Как Москва? Нет не Москва, нет Лондон, нет Нью-Йорк, нет там Париж. Ну только не Москва, аж дрожит. А если задуматься до конца, ведь блудница будет сражаться с Антихристом. Блудницы войска будут сражаться с Антихристом. Какая разница? Ты что, хочешь теперь встань Антихриста быть что ли? Ты будь христианином, и все. И все на свои места сразу встанет. А то за Москву держатся, за эту великую блудницу. Разврат. Так написано. Нет. Это говорит по 17-18 главу Откровения. Я нарисовал 10 признаков, что ничто кроме Москвы. 10 признаков, которые, в первую очередь, никто не претендует на звание Третьего Рима. Никто никогда. Только Москва. Официально. В государственном режиме к этому идет. Мы Третий Рим. Ну раз Третий Рим, да как он Третий Рим-то? Первые два пали, и Третий пойдет. Аминь. Я разговариваю с историками, я говорю, скажите, вот под Ельцом пришел Тамерлан, самый, ну это, железный хромец. И вдруг, повернул назад. Перед ним, Москва дальше, это путь открыт был, никто не думал сопротивляться. Стравнивает, говорит, на краю пропасти голова свесилась. И вдруг, утром встал приказ, на юг, а там живет извечный враг, Астраханский хан. Он его, Россию, враг. Он его врага России разбил, и сам, говорит, в песок ушел, умер, никто не знает где. Теперь там, якобы, могила его там есть, в Ташкенте или где, в Ашхабаде. Интересно, когда его вскрыли, только и сразу, на следующий день, 22 июня, война. Сказали не трогать. Да, было так. Это между делом. И поэтому, я говорю, а как вы, понимаете, а не было Тамерлана, как не было? Истории его не было. Ну, был, а где он остановился? Я спрашиваю, но к вам преподавали 5 лет, а у нас это нет, вообще не понятно. Коммунисты никак не могли объяснить. А он объяснял, он спал ночью, около, в охране там и ханы были, и кто, и слышали, как он ночью что-то метался в шатре. А ему явилась некая красивая женщина там, старцы с ней синобородой, и сказали, вперед, иди, иначе тебе, хранты. И он повернул назад, и вот такая история. Это история. И когда наступил 91 или 2 год, я считаю, в газете «Известия», кажется, написаны экзамены по истории, во всей стране отменяются. Точка. История страны чудовищно искажена. Так не просто, а научный атеизм, профессоры, защищали диссертации, докторские. А что защищали? Там ничего нету. Фишка. Русскому человеку покажи бублик, что атеизм, когда Севский говорит, он на полном серьезе будет думать, что эта фишка, бублик, бирка от бублика, она что-то реально представляет. «Еще нету? Нету? Нету еще. Я живу, помер, лопух. Да зачем быть добрым-то? Ради какой-то выдуманной партии, этим пигмеем лысым, выдуманной. Ну, дальше-то не хотят разговаривать дальше. А убеждаются. Ну, я свидетель, историк у меня был. Я говорю, впереди полкилометра идем, сейчас дайте ходим до Барнаулки, и я тебе докажу, что все это нарочно сделано. Не доказать. Где на Яковлев? Наверное, Григорий, да считай, как остановились на мосту. Я говорю, как? А я же учился, вроде на отличие. Так это действительно так. А тут у нее обращение произошло. Вот архипелаг ГУЛАГ, который я выставляю, он как раз и помогает насчитывать. Но это старая версия. Вот как. Ивлеем 3.17. На кого же негодовал он сорок лет? Господь. Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Толкование. А заключает свою речь вопросом для большей ясности и меньшего прикословия. Вопросы предлагаются исповедующимся. Предлагает также и наказание. Пали, говорит, кости их в пустыне, то есть большие бедренные кости. Через часть указал на целые тела. Евреям 3.18.19. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных. И так видим, что они не могли войти за неверие. Толкование. Выше сказал, не на согрешивших ли, а теперь непокорных. Кажется, намекает на таких верующих из евреев, потому что многие из них впали в другие прегрешения, кроме малодушия и неверия в будущее. Из этого мы видим, что некоторые не вошли, то есть наказание за грех у нас пред глазами, и всеми оно признано. Ну, скажи, Господь клялся, не войдут. А в это время папы, монахи там, все эти, давай. А мы вымолим у Бога, их адилами гаймель, могли их избавить от этого? Бог поклялся, приговорил уже, все. Да-ка, молисься, Бог положит на сердце, не молисься. Не удерживай меч, Господь не открови, проклить ты будешь. Бог решил, меч поднял, опускает. Господь, только не делай, зато ты тоже пойдешь туда. Ты не имеешь права за них молиться. Вот какой грех бывает. Бог поклялся во гневе своем, ни один не войдет. Да как так? А филистемляне нету. Во всем мире только еврейская нация избрана, два еврея-то. А из них 600 тысяч, а только два вошли. Да как так? Я беседую с Александром Менем, и он мне говорит, так что? Ну, там есть люди, которые, как бы он не ко мне говорит, это два миллиарда мусульман, что, все мимо рая пройдут? Теперь, у православных там взять, так православные там десятые части составляют, остальные католики полтора миллиарда, больше даже. Протестанты, по-вашему, что, погибнут? Что, ради чего Бог мир сотворил? Не знаю. Я знаю только два и 600 тысяч, это маленький процент. Это очень маленький. Вот 600 тысяч. Если только бы 6, это 60 человек спаслося, то и то бы только процент. Не 60, а 60 тысяч, а то 600. Игнатийович, это 6 тысяч. Что, батюшка уже отдыхает? На час договорились, батюшка отдыхает, нам надо собираться. Достойно. Матюшка. Правченька позвали на его счастье. Да, ты, ты. Будьте на ногу. Слава Богу. Благодарю. Что у нас? Достойно. Достойно. Господи, Господи, за все Твои милости, и за этот день покаяния и прощения, что позволим нам даже и слава Тебе. Благослови это вечернее богослужение священников, митрополита. Положи каждому на сердце, взглянуть на свой путь, довериться Тебе, следовать по слову Твоему, дабы наследовать жизнь вечную. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, приняй нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, Божия. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, обо благо нам. И прими, Господи, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Хвала Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. С миром Божьим. Уходим. Так, сёстры, кто поедет со мной? Так, Володя, не забывай, на почту. Субтитры подогнал «Симон»